Беседа 46, Бытие 21.7 Будем и сегодня, возлюбленные, продолжать вчерашнюю беседу и снова предложим вам духовную трапезу, чтобы еще раз увидеть, как вы вчера слышали, неизреченное промышление и снисхождение благого Бога, и с другой стороны, великое послушание правоца и его душевное расположение. Вы видели, как рождение Исаака обрадовало Сару? Она говорила, смех сделал мне Господь, ибо кто услышит, то возрадуется со мною. Всякий, говорит, кто услышит об этом, примет участие в моей радости. Велик дар, неспослый мне от Бога, он превышает человеческую немощь. Кто, говорит она, не изумится, видя, как я питаю молоком отцов своих, уже находясь в крайней старости и до настоящего времени, будучи бесплодную, и как бы сама, удивляясь и изумляясь этому событию, Сара присовокупляет. Кто сказал бы Аврааму, что вот Сара родит и будет питать его молоком старости своей, так как это событие было выше природы, потому Сара и говорит, кто бы поверил, то есть кто подумает, кто бы мог представить себе это, какой ум в состоянии постигнуть это, какое рассуждение достаточно будет для того, чтобы вполне объяснить случившееся. Не столько удивительно, что из камня в пустыне потекли источники вод, как Моисей когда ударил по нем жезлом, сколько то, что из утроба уже мертвевшей родилось чадо и вились потоки молока, чтобы всем была очевидна действительность рождения и чтобы всех, как современников, так и потомков, слышавших об этом, уверить в чуде. Сара сама питает младенца и принимает на себя труд скормить его собственным молоком и говорит, кто бы сказал Аврааму, не новое ли это удивительное и сверх всякого ожидания, дарованное мне утешение, что я родила сына в старости моей? Что значит в старости? Значит, кроме неплодства, самые ли та возраста были таковы, что надо было отказываться от всякой надежды рождения? Но Господь, устранив все эти препятствия, даровал мне рождение сына и источники молока. Рассмотрим теперь последующее событие. Когда окончилось время питания молоком, стих 9, увидела Сара, что сын Агарии египтянки, которого она родила Аврааму, но смехается над ее сыном Исааком и сказал Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сесть с сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Посмотри здесь, возлюбленный, как Сара опять не терпит вольности Измаила и не может равнодушно переносить, чтобы сын рабыни обращался так с Исааком. И как прежде, желая смириться к Амире и Агаре, сильным негодованием она заставила ее обратиться в бегство, так и теперь, желая в самом начале обуздать притязания Измаила и не будучи в состоянии равнодушно терпеть, чтобы сын, рожденный по благодати и дарованный самим Богом, обращался вместе с сыном рабыни и египтянки, она и говорит Аврааму, выгони рабу сию и сына ее. Сара видела, что и сама она находится в глубокой старости, и пратец уже достиг преклонных лет, так как оба уже прожили много лет, и опасалась, чтобы в случае внезапной их смерти Измаил по праву рождения от семени правца не стал домогать соучастия в наследии отца и равнять себя с Исааком, поэтому стала говорить, изгони. Пусть, говорит, знает Агарь, что сын рабыни не будет иметь ничего общего с сыном моим Исааком, да и неприлично, чтобы сын рабыни обращался так близко с сыном госпожи. Впрочем, Сара поступила в этом случае не несправедливо, а очень справедливо, и так справедливо, что и сам Бог одобрил ее слова. А правотец, будучи любвеобилен и привязан к Измаилу, с неудовольствием принял слова Сары. Он не об Агаре заботился, но имел сострадание к отроку, уже бывшему на возрасте. Заметь же, здесь чрезвычайное снисхождение человека-любца Бога. Он видел, что негодование Сары на равночести детей есть чувство обыкновенное, свойственное человеческой природе, но что и Авраам не может равнодушно перенести знания Измаила и рабыни, хотя он и не противоречил Сарре по великой своей кротости. Однако это казалось ему жестоко, тяжело, неприятно и невыносимо, поэтому Господь со свойственным ему человеколюбием, желая укрепить союз их единодушия, говорит Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исаакина речется тебе семя. Не принимай, говорит, скорби слов ее, но во всем, что не скажет тебе Сара, слушай ее, 512. Все то, говорит Бог, что ныне высказывает тебе Сара, касательно Измаила и Агаре, прими и послушайся слов ее. Не желай оскорбить ту, которая во все время сожительства с тобой показывала столь великую любовь к тебе, которая не один раз, но дважды, чтобы избавить тебя от смерти, жертвовала собой для твоего спасения и стала для тебя виновницей такой славы. И, во-первых, сделала то, что ты с таким богатством вышел из Египта, а потом была причина, что ты удостоился такой чести от Авемелеха. Итак, не позволяй себе предпринимать что-либо вопреки словам ее, да не иначе и будет впоследствии, ибо в Исааке наречется тебе семя, и он будет твоим наследником. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. Поэтому сделай так, как она говорит тебе, и послушайся слов ее. Посмотри же теперь, какой вдруг мир, какой единодушие водворилось в сожительстве их, как скоро благость Божия скрепила союз их. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положив ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. Заметь опять великое благомыслие праведника, и то, как он во всем обнаруживает благочестивое настроение. Когда он услышал слова Сары, «Изгони рабу и сына», это показалось ему неприятно, потому что он питал любовь к Измаилу. Но когда Господь тоже повелел, он тотчас исполнил повеленное и забыл естественную любовь свою. Он рассуждал, что как скоро Бог повелевает, то всякая страсть должна упраздниться, потому что повелевающий есть Господь природы. Итак, «Рабыня, — говорит Писание, — взяв хлебы и мех воды, отошла с отроком. Но смотри опять, как по благоволению Божию к праведнику, и она удостаивается попечения свыше. Изанная Авраама Магарь блуждала по пустыне, и, оставшись без воды, нигде не находила для себя никакого утешения, и не стала воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. Сердце ее сокрушалось от скорби и любви к сыну, и вот она пошла, села вдали в расстоянии на один выстрел из лука, ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села поодаль против него и подняла вопль и плакала. Но милосердие, человеколюбивый Бог, которого по печенью о нас превосходит всякую любовь отца и матери, услышал голос Бога отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказала, «Что с тобою, Агарь? Не бойся!» Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Жалился над отроком и умилосердился над страданием Агаре. Он попустил ей только почувствовать свое одиночество и тотчас даровал ей свою помощь. «Спасибо, встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ!» О, как человеколюбив Господь! Он не презрел ее, хотя она и рабыня была, но по своему обетованию, праотцу, от семени, которого был измаил, он удостаивает и Агарь своего стволь великого попечения и говорит, «Не бойся, Агарь, ибо услышал Бог голос отрока. Не скорби, говорит, о том, что ты изгнан из дому, потому что о сыне твоем я буду иметь такое промышление, что и он получит многочисленное потомство». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живую, и пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. Не потому, будто она до того не имела зрения, а потому что и открытые глаза не приносили ей пользы без откровения свыше. Поэтому, когда Бог хотел показать, и свое попечение о ней открыл, сказаны глаза ее, то есть сообщил свое откровение ей, неведущей, воскресил ее дух, указал ей путь, так что она увидела и место, где протекали потоки воды. В непроходимых местах Господь указал ей путь, и когда она находилась в таком беспомощном состоянии, не имея никакой надежды на спасение, он явил из своей милосердия, вместе и ее самое утешив, и об отроке показав свое промышление. Так, как бы мы находились в пустыне, хотя бы в самых крайних бедствиях, хотя бы не имели никакой надежды на спасение. Но как скоро Богу угодно будет помочь нам, мы не будем иметь нужды ни в чьей помощи, а одна помощь Божия доставит нам все. И если мы приобретем его благоволение, то никто не преодолеет нас, и мы будем выше всего. И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Так, когда мы снискали благоволение Божие, то хотя бы находились в пустыне, мы будем жить безопаснее живущих в городах, потому что помощь Божия есть величайшая защита, и стена непреодолимая. А чтобы понять, как находящийся в пустыне может быть безопаснее и могущественнее того, кто живет в городах, и пользуется большой помощью от людей, вспомним, как Давид, скитаясь из места в место и проводя жизнь как странник, был ограждаем Вышней Десницей. А напротив Саул, который находился среди городов, вводил с собой столько войска и имел копьеносцев и телохранителей, Саул каждый день трепетал и страшился нападений неприятелей. Тот, одинокий, не имея при себе никого другого, не нуждался в человеческом содействии, а этот, будучи облечен в диадему и насябогреницу, имел нужду в его помощи. Царь нуждался в пастухе, облеченный в диадему, в незнатном человеке. Впрочем, если хотите, начнем слово наше несколько выше, чтобы вполне представив все это событие, убедиться, что нет ничего сильнее человека, огражденного высшей помощью, и нет ничего слабее, лишенного этой помощи. Хотя бы он был окружен бесчисленным множеством войска. Давид был еще очень молод и по причине несовершеннолетия жил в доме отца. Но как уже наступало время открыть все его добродетели, то, получив приказание отца посетить своих братьев, он послушался и отправился к ним. Пришедший таким образом до свидания, Симеон узнал, что предстоит битва с иноплеменником Голиафом, что весь народ еврейский вместе с Саулом поражен страхом, и сам царь находится в опасности потерять все. Тогда Давид сначала хотел только видеть это новое и странное зрелище, как один человек решился противостать целым тысячам. Но братья, не терпя мужа своего духа, стали завидовать ему и говорили, или ты затем только пришел, чтобы посмотреть на сражение. Итак, не для свидания с нами пришел ты. Посмотри на его благоразумие и великую кротость. Он не говорил им ничего дерзкого и грубого, а утешая их пламени, укращая зависть, отвечал, не слова ли это. Разве вы не видите, что я не взял оружие и не становлюсь в ряды войска? Я просто хотел только посмотреть и узнать, откуда у этого человека такая безмерная гордость? Кто сей иноплеменник, необрезанный, который так поносит воинство Бога живого? Потом слыша крайне горделивые речи, его и видя, как все бывшие с Саулом поражены невыразимым страхом, говорит, что будет тому человеку, который убьет иноплеменника сего? Я обнаружив такие словами великое мужество души своей, приводит всех в изумление. Саул, узнав об этом, призывает к себе юношу, не знавшего ничего, кроме должности пастушеской. И, видя малый возраст, его показывает к нему пренебрежение. Но, услышав от него, как он справлялся с медведями, когда они нападали на стада его, не тщеславие побудило этого славного мужа рассказать об этом на необходимость, чтобы и в Саула вдохнуть мужество и обратить его внимание не на слабость наружную, а на веру сокровенную внутри и на помощь свыше, с которой он юноша, был сильнее мужей, безоружных, вооруженных, пастух-воинов. Узнав, говоря отсюда, мужество духа его, царь хотел облечь его в собственное царское оружие. Но он, возложив на себя это оружие, не мог даже и снести его. А так случилось для того, чтобы тем яснее открылась сила Божия, которая через него действовала, и чтобы впоследствии не были приписаны силе оружия. И так как облеченный в оружие он чувствовал тягость, то и сложил его, а взял только пастушескую сумку и несколько камней, и с этим вышел против той воплощенной башни, то есть род с Голиафа. И на племенник со своей стороны, смотря на слабость его возраста, уничижает праведника. И сперва словами нападает на него, как на бессильного отрока. Именно когда он увидел, что Давид выступает против него с пастушеской сумкой, несет с собой одни камни, то начал говорить ему почти так, «Ты думаешь, видно, что ты опять приставлен к овцам, гоняешь каких-нибудь собак, и ты как будто на гоньбу за какой-нибудь собакой решаешься на биту со мной с таким оружием, а вот опыт сейчас докажет тебе, что тебе надо биться не с обыкновенным человеком». Произнося столь надменные слова, он поспешно ступал, потрясал своим военным доспехами оружием, поднимал. Итак, один выступал на борьбу, уверенный в силе оружия, а другой ограждал себя верою и вышней помощью. И Давид со своей стороны, прежде всего словами, смиряет высокомерие иноплеменника и говорит ему, «Ты идешь против меня с мечом и копьем, и думаешь победить собственную силою, а я иду во имя Господа Бога». Сказав это, и взяв из пастушеской суммы один камень, как бы действительно хотел прогнать какую-нибудь собаку, нападающую на стадо, бросил камень прощою. Поразив Голиафа в лицо, он сразу поверг его на землю и немедленно схватив меч, его отсек ему голову, принес ее к царю и таким образом положил конец войне. Итак, через него и царь нашел себе спасение, и все, войско его вздохнуло свободно. Стоило посмотреть на это дивное, необычайное дело, как вооруженный был поражен безоружным, опытный в воинском деле, пал от руки человека, не знавшего ничего, кроме жизни пастушеской. Почему же так случилось? Потому что Давид был подкрепляем высшней помощью, а Голиаф был лишен, и потому впал в руки Давида. Но посмотри за тем, какие безрассудные действия производят страсть и зависть, когда царь увидел, что праведник наслаждается великой славой, и что ликующие девы восклицают, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, то не потерпел благодушно таких слов. Хотя в самом-то деле ему приписывали боли, нежели Давиду, но был побежден завистью, и стал воздавать злом человеку, оказавшему ему добро, и того, кого следовало почитать спасителем и благодетелем, покушался даже умертвить. О, крайнее безумие! О, верх вера безрассудцу! Того, кто сохранил ему жизнь и все войско его освободил от ярости иноплеменника, он стал после того подозревать, как врага, и нисколько не помня благодеяния, так недавно ему оказанного, подпав в страсти, помросив рассудок своей зависти, как каким-нибудь опьянением, стал смотреть на благодетеля, как на неприятеля 516. Таково зло от этой страсти. Она прежде всего вредит самому тому, в ком зарождается. Как червь, зарождающаяся в дереве, прежде всего поедает самое дерево, так и зависть прежде всего сокрушает самую душу, породившую ее в себе. А тому, кому завидует, делает не то, чего желала бы, а совсем противное. В делах зависти ты смотри не на начало, а наконец, и прими во внимание то, как самая злоба завидующих доставляет только большую славу тем, которая подвергается их зависти. Потому что страдающий от зависти преклоняет Бога к себе на помощь и пользуется содействием свыше. А завидующий, будучи лишь он благодатью Божией, легко впадает в руки всем. Порабощаемый прежде всяких внешних врагов собственной страстью, он как бы сокрушает сам себя и как бы пожираемый невидимыми зубами и таким образом истощаясь сам в себе, так сказать, погружается в бездну. Зная это, будем убеждая вас убегать этой пагубной страсти и всеми силами исторгать ее из души своей. Это гибельнейшее из всех страстей и вредит самому спасению нашему. Это изобретение самого дьявола. Потому и, премудрый говорит, завистью дьявола смерть вошла в мир. Премудрость Соломона 2.24 Что значит завистью дьявола смерть вошла в мир? Это значит, когда тот злой зверь увидел первозданного человека бессмертным, то по злобе своей увлек его к преступлению заповеди и таким образом сделал то, что человек подвергся наказанию смерти. Итак, зависть произвела обольщение, обольщение преступления, преступления, смерть. Поэтому и сказано, завистью дьявола смерть вошла в мир. Видишь ли, какое зло от этой страсти? Возвеличенного бессмертием она подвергла смерти. Но тогда, как враг нашего спасения, побуждаемый собственной завистью, был причиной того, что первый человек, созданный бессмертным, подвергся осуждению смерти. Благопопечительный и человеколюбивый Господь собственную смертью опять даровал нам бессмертие. Так что мы приобрели еще больше, нежели сколько потеряли. Дьявол лишил нас рая, а Господь возвел на небо. Тот был причиной осуждения нашего на смерть, а этот даровал нам бессмертие. Тот лишил нас райского блаженства, а этот уготовал нам Царствие Небесное. Видишь ли, премудрость твоего Господа, как Он те самые оружия, которые завистью дьявол направлены были против нашего спасения, обратил на Его же голову. Притом, Господь не только удостоил нас больших благ, чем в раю, но и самого дьявола предал во власть нашу, сказав, «Все, даю вам власть наступать на змеев и на скорпионов». Итак, размышляя обо всем этом, исторгнем зависть из нашей души и будем стараться о приобретении благоволения Божия. Оно наше оружие непобедимое, оно наше самое великое могущество. При его помощи и Измаил, хотя был еще юн и находился в пустыне, и в крайне затруднительных обстоятельствах, возвеличился и имел в потомстве многочисленный народ, потому что Бог был сотроком, говорит Писание. Здесь и окончим настоящее наше слово. Итак, будем, умоляю вас, презирать настоящее и стремиться духом к будущему, благоволение Божие почитать выше всего и жизнью добродетельную приобретать в себе твердость упования, чтобы и настоящую жизнь провести без печали и будущих благ достигнуть благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok